На носу школьная пора. Впереди много новой информации, самостоятельные контрольные работы, домашние задания. Ученики постарше научились плавно включаться в школьный рабочий ритм. Чего не скажешь про первоклассников. Они переживают сложный этап перехода от игровой деятельности к обучению. Новые люди, новая обстановка, новые обязанности. Перенести такие изменения без стресса под силу не каждому. Могут быть истерики, могут быть капризы. Родители не всегда к этому готовы. То есть ребенок может срываться, у него может ухудшиться сон, где-то может быть недержание даже. Потому что у ребенка большая ответственность, которую он на сегодня, возможно, не может взять на себя. Родители делегируют ему эту ответственность. То есть сначала важно быть рядом с ним, потом потихонечку передавать. И еще важно самому родителю быть к этому готовы. Потому что сейчас на первое место выступает авторитет учителя уже, а не родителя. То есть не каждый родитель готов эту ответственность передать. Важное правило для родителей – поддерживать чада, но не пытаться без просьбы всё выполнить за него. В таком случае ребёнок не получит опыт преодоления трудностей. Большую роль играет также правильный режим дня. Вместе составьте расписание и контролируйте его соблюдение. Так ребёнок научится планировать своё время, ставить цели и задачи. Удобно, чтобы ребёнок три часа после школы отдохнул. Это очень важно. Возможно, ему захочется поспать, можно выделить полтора часа на сон, на какие-то подвижные игры, прислушаться к своему ребёнку. Может быть, ему просто хочется ничего не поделать. То есть полежать, отдохнуть, посмотреть в потолок, прислушаться, что ему важно в данный момент. По поводу кружков тоже. Здесь важна дозировка не более двух-трёх кружков и желательно через полгода после начала обучения, для того, чтобы у ребёнка был вот этот запас, к которому он может адаптироваться. При выполнении домашних заданий специалисты советуют каждые 20 минут делать небольшой перерыв и ранжировать школьные предметы от сложного к простому, чтобы внимание не рассеивалось. Психолог рекомендует обратить внимание ребёнка на процесс обучения, а не конечный результат в виде оценки. Ребёнок чувствует, когда в нём заинтересован. Не спрашивать у него с порога, какая у тебя сегодня оценка. Что ты сегодня делал, какие эмоции испытал, что для тебя было важно в этом дне. Важно ребёнку передать, что это оценка текущей его деятельности. И всегда эту оценку можно исправить, закрыть её, подготовиться лучше. Уважайте своего ребёнка, его мнения, желания и чувства. Не завышайте свои требования и не сравнивайте чада с другими. Тогда учебный процесс будет приятной ступенью на пути к взрослению маленького человека. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров, 24.